Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. К сожалению, в наше время порой намного проще построить дом, чем узаконить его и получить все необходимые документы. Как это сделать, мы сейчас разберем. Ваш дом, конечно, ваша крепость. Но при неправильно собранных документах к вам может заявиться с большим тараном государство. И крепость падет, да еще и вас придавит. Для начала надо разобраться, на какой именно земле вы собрались строить или уже построили вашу крепость. Каждый земельный участок имеет свою категорию и вид разрешенного использования. От этого будет зависеть процедура узаконивания. Если ваш участок относится к категории земли населенных пунктов с видом разрешенного использования ИЖС индивидуальное жилищное строительство или ОПХ личное подсобное хозяйство, то вы можете построить на них индивидуальный жилой дом. Индивидуальным жилым домом считается одноквартирный, то есть отдельно стоящий, жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи. Допустим также четвертый, мансардный этаж. Площадь дома должна быть не более полутора тысяч квадратов, при этом дом должен быть не выше трех этажей. На земельном участке, площадью не превышающей 1200 квадратных метров, можно строить только один жилой дом. Все остальные постройки, будь то курятники, сараи, гаражи, будут нежилыми. Если захочется, к примеру, построить дом для детей, то жилым его сделать уже не получится. Далее вам необходимо убедиться, что у вас проведено межевание и уточнены границы земельного участка. Если нет, то посмотрите наш ролик по этой теме. У меня ощущение дежавю. И у меня. Чтобы правильно расположить на участке все будущие строения, нужно произвести топосъемку, а затем подготовить схему планировочной организации земельного участка с ПОЗУ. На основе градостроительного плана земельного участка ГПЗУ. Последний документ предварительно запрашивается в отделе по архитектуре местного муниципалитета. Далее, после получения ГПЗУ и утверждения с ПОЗУ, потребуется получить разрешение на строительство. Для этого можно воспользоваться сервисом «Мои документы». Если предыдущий владелец участка уже получал разрешение на строительство и 10-летний срок его действия еще не истек, то новому собственнику заново получать разрешение не надо. Оно не привязано к конкретному лицу, а действует в отношении участка в целом, за исключением отдельных случаев. Получили разрешение на строительство? Приступайте к стройке. После окончания строительства составляется технический план здания. Затем все собранные документы подаются в Росреестр для постановки на кадастровый учет, регистрации права собственности и внесения информации в Единый государственный реестр недвижимости. Теперь рассмотрим вариант, когда участок относится к землям сельскохозяйственного назначения для садоводства и огородничества. К таковым относятся 90% земель СНТ. Первоначально вам необходимо разобраться с межеванием. Затем вызвать кадастровых инженеров для составления технического плана здания. Технический план подается в Росреестр для постановки на кадастровый учет, регистрации права собственности и внесения информации в ЕГРН. Теперь ваш дом полностью оформлен и вы можете спать спокойно. Да, важно понимать, узаконить нужно все капитальные постройки на участке. Это все не лжат, это правда. Если у вас остались вопросы, то обращайтесь в юридическую компанию Юрвиста. А лучше поручите нам узаконить дом на вашем участке. Таким образом вы реально сэкономите время и нервы. А это в наше непростое время крайне важно. Подписывайтесь на канал Юрвиста и ждем вас в офисе.